МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА — Вы знаете, что многие мечтают? — Мне кажется. Я в этом уверен. У меня есть своя эксклюзивная информация. А вы-то кем мечтали быть, когда были в их возрасте? — Я не мечтал ни на кого быть похожим. Я мечтал сделать хорошую журналистскую карьеру, поехать за границу, работать где-нибудь на Западе, много путешествовать. Журналистика — это не первая профессия, которую я себе выбирал. Я хотел быть и архитектором, и кинооператором. Но, в конце концов, пришлось стать журналистом. И я стал им с удовольствием именно в расчете на то, что буду много ездить. Я люблю много ездить, путешествовать, видеть, смотреть вокруг мир. И это было мое единственное желание. Быть для этого на кого-то похожим. Ну, на кого? На Фарида Сейфульмулюкова, на Владимира Яковлевича Цветова покойного, с которым я успел пообщаться, подружить. На кого? На Александра Яковлевича Бовина, с которым я так и посидел, поработал на Ближнем Востоке, потому что он был в это время послом, когда я был СОПКОРом. Кому-то... Нет. Быть похожим. Следовать им. Ну, как бы сказать, кумиров у меня не было. Кумиров не было. Собственно говоря, я к этому призываю и сейчас нынешних молодых не пытаться последовать кому-то. И уж тем более не подражать. Не стараться быть похожим. Я думаю, что в журналистике, телевизионной особенности, потому что твоё лицо на экране, в журналистике самая выигрышная позиция – это позиция непохожести, оригинальности. Вот быть самим собой, и чтобы тебя узнавали, ждали, любили. Ждали, узнавали и любили. Для этого ты должен быть не похож ни на кого. Я считаю, что главным недостатком... Ну, есть два, я считаю, главных недостатка современных молодых журналистов. Молодых, я имею в виду, моложе меня. Я себя тоже стариком пока ещё не считаю. Это два недостатка. Первый недостаток – это похожесть друг на друга. Они все очень похожи. Как сказал один из моих студентов, он сказал, встретишь в толпе – не отличишь. То есть не выделишь его из толпы. И второй недостаток – это... Можно было бы это назвать самонадеянностью, но я тоже был самонадеянный, когда мне было меньше 20 до 30. Я начинал работу в молодёжной редакции центрального телевидения. От уж, как хочешь, мы были самонадеянные, это мало не покажется. Но это смотрелось... Не самонадеянность, да. А неспособность сомневаться. Вот абсолютная неспособность сомневаться в том, что всё так, как есть. Всё так, как написано. Что вот эта фамилия точно такая. Что вот он не соврал. Ну и так далее. Масса ситуаций в журналистике – это такая профессия. Ты получаешь море информации, вал. Ты должен из неё выбрать что-то, что соответствует реальности. Выбрать. И вот начинается выбор. А правильно ли я выбрал? А может быть, он врёт? А может быть, вот это правда? И поэтому я никогда не считал, что журналист должен всё знать. Никто не может всё знать. Я не встречал журналистов энциклопедических знаний. Я и людей энциклопедических знаний назвал бы немного. Это невозможно. Всё знать. Обо всём всё знать. Невозможно. И журналисты, которые делают ошибки в эфире, в газетах, их можно упрекнуть не в том, что они этого не знают, а потому что они не попытались узнать. Они не усомнились в том, что это правильно. А это было неправильно. А это не мужчина, а женщина. А это не в карте, а в домино. И не 100 долларов, а 10 рублей. Проверь. Спроси, уточни, полистай, зайди в поисковик. Вот это не делается. Всё красиво, быстро, лихо и очень похоже. Вот это единственный недостаток. Да, довольно-таки интересный. И это мой ответ. Я не знаю. Нет, нет. Мысль очень-очень интересная. Учитесь сомневаться, господа. Да. Формула успеха молодёжи какая может быть? Потому что вы сейчас сказали ещё. Ещё. Умение сомневаться. Бесстрашие. Бесстрашие. Бесстрашие, которого мне всегда не хватало. Мне, например, этого всегда не хватало. Бесстрашие. Действительно уверенность в себе. Не самоуверенность, не самонадеянность, но уверенность. Уверенность, бесстрашие, способность сомневаться. Ну и я думаю, что всё-таки базовое, какое-то нормативное, базовое, гуманитарное образование. У журналиста должно быть. Желательно ещё в современных условиях, как мне кажется, специальная подготовка. Специальная подготовка по той части, в которой ты намерен работать, или уже работаешь. Я очень страдал, когда я попал на Ближний Восток, что у меня не было специальной востоковедческой подготовки. Я начинал всё с нуля. Я открывал для себя сам. Я людям открывал одновременно с собой всё, что происходило на Ближнем Востоке, где я столкнулся с таким количеством антисемитского вранья и глупости, сказанного про арабах. У меня был шок. Я был совершенно неподготовлен. Я вот только наслышался каких-то стереотипов об этой... Этого, как бы сказать, информационного дерьма наслушался. И всё. И я не был совершенно... Я не был готов. И было очень тяжело. Специальная подготовка... Это тоже очень важно для современных журналистов. Проблемная журфа, как обычно. И не пытаться заниматься всем на свете. Невозможно сегодня делать репортаж о веренном отключении электроэнергии, а завтра премьеру в театре оперы и балета. Надо заниматься чем-то одним. Выбрать. Это посылка для успеха. Спасибо огромное. К сожалению, время так быстро стекло, что мы поговорили. И не обо всём, о чём хотелось бы с вами. Я знаю, что вы ещё увлекались и увлекаетесь фотографией. Но сейчас фотографии увлекаются все. Вот это интересно. Уже анекдоты на эту тему есть. Знаешь, я больше не фотограф. Я теперь хирург. Я скальпель купил. Вот это очень интересно. Я думаю, что и фотография. Та форма, которой вы занимались с этими увлечителями в темноте, маски делали. Вот она тоже вас творчество воспитывала. Спасибо большое за участие в нашей программе. Спасибо, Олег. Лишний раз я напомню, но совершенно это не обязательно, что у нас был Василий Федорковский, который вы прекрасно все знаете. Дирижналист, обозреватель, телеканал «Культура». И я пользуюсь такой вот своей возможностью ведущего. Попрошу у вас обещания еще к нам прийти и более подробно рассказать, в том числе и об Израиле, и о фотографиях. Об Израиле это надо три передачи. Как ты расскажи об Израиле? Мы ловим вас, вас нас ловим. Три программы вы нам пообещали. Спасибо большое, всего вам доброго. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok